минобороны днр только что сообщила что большая колонна военной техники вооруженных сил украины движется от днепропетровска к донецку подтягивают резервы в них не обстрелянная новобранцы пушечное мясо еще от минобороны днр с момента возобновления войны погибли 2056 киевских силовиков ну а сегодня зафиксировано 4 обстрела донецка в пригородах 21 обстрел у донецкого аэропорта 7 убиты два мирных жителя 9 ранены разрушены дома в нескольких районах города есть жертвы огонь не стихал и всю предыдущую ночь страшно говорить но для донецка это уже будни о буднях на специальный корреспондент николай долгачев все разбито тихонько 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 вот это вот последний раз прям осколки здесь залетели вот да 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 вот смотрите эти самые мебели и там вот отбито не натюрина к себе домой заехала первый раз за месяц всего на пять минут взять оставшиеся после эвакуации вещи в комнате с фонариком электричества нет это возле поселка пески почти передовая вдоль линии фронта много таких вымерших улиц в городах и поселках это поселок не кишина здесь передовые части вооруженных сил донецкой народной республики за населенный пункт шли ожесточенные бои сейчас он полностью под контролем ополчения людей осталось мало многие выехали всего в поселке где было около тысячи жителей сейчас только 10 человек сергей редникин один из них показывает где прятался когда здесь шли бои вот вещи в мешках мешках вещи тормозок на всякий случай если есть ну если что-то случится вот мне тормозок здесь и да ну да вот тушенка улицы пусты зона отчуждения на снегу пятна крови во дворах такая же яркая рябина грохот взрывов больше ничего не слышно свекла продукты людей уже нет уехали увидеть такое можно и в столице региона линия фронта вплотную к жилым районам окраины донецка украинские силовики превращает в руины разрушены целые улицы люди отсюда эвакуированы и жить в разбитых домах невозможно и обстрелы продолжаются вот недавнее попадание прямо в магазин все уничтожено после артподготовки украинские силовики на этом участке фронта несколько раз пытались продвинуться вперед но бойцы вооруженных сил донецкой республики удерживают позиции защищают город на этом участке оборону держит 9 рота не киношная настоящая подразделение бригады восток вот здесь происходят войны и боевые действия здесь нас постоянно обстреливают с минометов с рапир с градов с позиции передовых украинских в ссу отошли по нашим данным остались исключительно только батальоны карательные правого сектора и ими уже довольно продолжительное время регулярно осуществляется обстрел практически исключительно мирных кварталов донецка сами видите все вот эти разрушения ополченцу с позывным кадет 23 года из них уже полгода воюет здесь под донецком почти все время на передовой занимается эвакуации людей из опасных районов в основном эвакуируем жители под артиллерийским огнем и они об этом знают то что мы эвакуируемые все равно также продолжать стрелять артиллерией обстрелы здесь часто каждый день каждый вот сами сейчас слышите каждые 15 минут да муж мой за водой пошел 10 метров не дошел вот хотя бы до церкви хотя бы это уже микрорайон текстильщик далеко от линии фронта но улицы где нет вооруженных людей обстреливаются не менее интенсивно чем передовая на пол на пол зир на пол ложись вот сначала такой был а потом еще страшно я не знаю я не знаю я наверно не кричал районов стреляли ураганами пятиметровые реактивные снаряды взорвались возле жилых домов и рядом с больницей один взрыв и больница практически уничтожена выбиты все окна в кабинетах много залетел осколков внутрь несколько десятков человек получили ранения стеклом разрезала ну не косточку а просто из-за чего долго текло что просто как сосуд попало потому что очень долго не могли остановить кровь взрывная волна была настолько мощная что в кабинетах мебель разрывала сотрудники и посетители полиции все почти ранены все что мы десятки здесь больше десяток много посетителей я не могу я не могу меня убило чем его срыв был сильный меня ударило меня там упало а сын здесь шел это ваш сын это мой сын всего одна воронка рядом со зданием и такие разрушения снаряд оправдывает свое название внутри больницы словно ураган прошел это оружие калечит и убивает Артем Якименко в прошлом профессионально танцевал народные танцы теперь правой ноги нет выше колена ну я увидел что начали ложиться снаряды побежал чтобы семью забрать жену она сейчас за дочку боялся ну это дочка с женой была дома ну я первую калитку открыл во двор успел зайти только второй открывать открыл он слышал бахнуло ногу оторвало все больше раненых детей им стараются помочь в первую очередь трехлетнему Данилу наложили швы взрывом выбило окно стекла полетели в лицо что с тобой случилось? на меня упало стекло стекло бахнуло в этот момент на нас упало, а комната не найдет районы Донецка, Горловки, Весьдокучаевск многие поселки остались без света, воды и тепла разбивают котельные и электроподстанции шахты по кварталам Донецка ударили смерчем это самая мощная реактивная система в армии Украины даже не разорвавшийся снаряд пробил дыру через три этажа вот она как пошла, вот она забила зацепила вот этот пояс улетела туда, пробила пол и соседа в полу встряла там и упала ну сейчас уже просто все заделали там куда добивают украинская артиллерия полностью безопасных мест нет в любой момент могут обстрелять в Донецком микрорайоне текстильчик там где уже падали снаряды в небольшом деревянном домике живут голуби люди за ними ухаживают кормят их взрывы здесь гремят так часто что птицы почти перестали летать жмутся друг к другу символу мира в Донецке то как живется как оно может жить тоже так же живут как и люди шарахаются вот еще одна воронка возле школы видно какая глубокая больше полутора метров точно и видно какие гладкие круглые края ну именно такие воронки оставляют снаряды реактивных систем залпового огня ураган ну судя по диаметру это именно они в Донецке после каждого обстрела новые воронки иногда необычно большие такая воронка и обойти то быстро не получится глубина большая какие боеприпасы взрываются с такой силой выясняют эксперты уже сейчас известно что украинские силовики используют в том числе американское оружие в горловке найдены части снарядов с маркировкой да и калибр натовский на Украине такой не производится Николай Долгачев Василий Харитонов Геннадий Корнеев Андрей Руденко Олег Бондаренко Александр Пушин Вести неделя Донбасс